На встречу с главой Ленинского городского округа пришли десятки старост деревень и садовых товарищей. Людям не безразлична судьба территории, где они проживают, чтобы сразу дать максимально развернутые ответы. На мероприятии присутствовали заместители Алексея Спасского, руководители управлений и профильных структур. Больше всего человека забудет то, что он видит, когда выходит из своего дома на своем пути. В какой-то из дома, в какой-то из подъезда. Те вопросы, которые сегодня неизвестно говорили, они абсолютно справедливы, но они такого участка выпадают. Тем не менее, в работе, не в работе, а в жизни и СНД, и частного окружающего сектора происходят в настоящем время очень большие изменения, очень большие сдвижения. Речь идет об изменениях в законодательстве, в том числе о регистрации имущества. Данному вопросу участники круглого стола уделили львиную часть времени. Помимо этого, среди актуальных тем строительство дорог, благоустройство, организация дополнительных маршрутов общественного транспорта, в рамках областной программы «Безопасный регион» установка камеры видеонаблюдения. Представители администрации уверены, такой формат открытого диалога способствует улучшению взаимопонимания между жителями и властью. В составе Ленинского городского округа 45 населенных пунктов, у нас 78 садовых товариществ, и там тоже есть хорошие практики, мы тоже сегодня услышим об этом. Поэтому вот такой посыл, который сегодня мы от администрации предлагаем, прежде всего взять в свои руки жителям, высказаться, обменяться мнением, поделиться хорошим опытом, ну и задать те вопросы, на которые в перспективе мы можем решить, либо в сегодняшнем моменте, и в целом сформировать в дальнейшем или откорректировать нашу муниципальную программу. Среди вопросов есть и те темы, которые уже находятся на контроле местной власти. Новые были запротоколированы и взяты в работу. Круглые столы со старостами продолжатся, ведь еще в своем традиционном отчете глава Алексея Спаски отметил, только находясь в открытом диалоге с жителями, можно достигнуть максимальной эффективности. Юлия Погостян, Александр Логин, Гульнар Балаева. Видно этого.